Судаки Моя фамилия Боков, зовут меня Андрей Вадимович, я родом из Судака, родился в 65-м году, закончил эту самую первую школу, поступил в Тамбовское высшее авиационное училище, которое успешно закончил в 87-м. Служил в морской авиации, дослужился до звания майора. По увольнению небо не предал, продолжаю, мягко говоря, не мягко говоря, а щутливо говоря, продолжаю летать и сейчас. Я член сборной Крыма по высшему пилотажу. Данным спортом началось все с бокса. Обучаясь в училище, в 1986 году завоевал звание кандидата мастера спорта Советского Союза по боксу. В дальнейшем, в 92-м году, получил звание мастера спорта по кикбоксингу. Продолжаю заниматься этим спортом и сейчас сам, но уже в пределах ветеранов. В настоящее время являюсь представителем тренерского совета федерации кикбоксинга в Автономной Республике Крым, судьей международной категории, заслуженным работником физкультуры и спорта в Автономной Республике Крым. Наша секция была создана в 1993 году по инициативе родителей, ребят, которые впоследствии занимались. На тот момент я как бы еще сам не планировал быть тренером, поскольку я был действующий спортсмен. По просьбе родителей мы сформировали секцию, которая была подключена к Крымской Федерации и начали работу. Первоначально секция осуществляла свою работу в данном зале, в этом же зале первой школы. Затем, поскольку на тот момент вообще не было никаких спортивных секций, за исключением спортклуба «Сураж» по футболу, нам пришлось перейти во вторую школу, поскольку одновременно приходилось заниматься порядка 75 ребят. Самому, конечно, было очень сложновато бы такое количество парней тренировать, поэтому из самых удающихся своих спортсменов я выбирал инструкторов, которые мне помогали в работе. Первым это был Степан Полуботко, Дмитрий Павлюк, который сейчас ведет тренировку, Артем Левченко, Игорь Писня, Виктор Артюхов. С момента работы нашей секции ребята достаточно прилично, очень даже прилично выступали на всяких соревнованиях, на всякого уровня соревнованиях, начиная от чемпионатов Республики Крым до международных, в том числе до Кубка мира. Первым результатом нашим был Дмитрий Павлюк, который стал кандидатом мастера спорта, завоевав серебряное место на чемпионате Украины. Очень хорошо выступал постоянно Дмитрий Артюхов, это прекрасный боксер. На одном из евроазиатских турниров, на котором он поехал, он проводил 4 поединка, 4 поединка он провел, закончивши их нокаутом, заняв первое место, на сегодняшний день он имеет звание мастера спорта. Неплохо выступал Артем Левченко, который на сегодняшний день, он как бы ушел на свои, скажем так, воды, но занимаясь у меня, он достиг лучшего его достижения, это серебряный призер Кубка мира по фулл контакту. Сегодня продолжаем также активно работать, прошедшим, закончившимся году и наступившим. У нас было несколько поездок уже вновь набранного состава на чемпионат и Кубок Крыма, открытый чемпионат Крыма, на которых ребята показали достаточно хорошие результаты. Наша сборная нашего города заняла, дважды занимала второе место по Крыму, обойдя даже сборную Симферополя, уступив только сборной города Севастополя. Великолепно проявили себя такие ребята, как Артур Чалашев, Мазур Владислав, Харитонов Денис. Великолепно выступает Аня Троицкая, ей на сегодняшний день 10 лет, но она уже дважды чемпион Крыма выполнила, пока еще назначенный разряд первый. Я думаю, что до кандидата в мастера спорта она доберется очень быстро. Прекрасно работают наши ребята, неплохо выступала Анастасия Кравчик, Кравчик, ровесница Анюты, она занимала второе место. Сейчас проводим подготовку к предстоящему чемпионату Украины, который состоится в апреле. На сегодняшний день у нас двое ребят достаточно перспективных. Один это Роман Калоткин, безусловный претендент на чемпионство в Украине, поскольку Роману через неделю только исполнится 18 лет, а он на сегодняшний день уже двукратный чемпион Украины по взрослым. Плюс к тому, между делом, я его возил на международный турнир по боксу, где Рома провел три поединка и занял второе место в своей весовой категории. Также подрастающие ребята, это вот опять же, возвращаясь к вышесказанному, Харитонов, Денис, Чалаши, Партур, ну и остальные, они и поедут, но естественно в другом разделе, то есть разделы в кикбоксинге различные, они будут работать в лайф-контакте, в силу-контакте, но уже на чемпионате Украины в более серьезных турнирах. В дальнейшем это будет Кубок мира, на который, естественно, Роман Каловкин будет представлять, на котором Роман Каловкин будет представлять наш спорт. Поскольку наш спорт является не олимпийским, к сожалению, хотя в принципе мы работаем по версии ВАКа, это Всемирная Ассоциация Кубоксерских Организаций, значит, заявление ВАКа подало международный олимпийский комитет на введение в олимпийский вид спорта, но пока как бы этот вопрос не решен, поэтому наши выезды на соревнования несут, безусловно, какие-то материальные затраты. Поскольку наши тренировки проводятся бесплатно, то есть мы за это денег никаких абсолютно не берем, это наша гражданская инициатива. Существует очень много в принципе в городе людей, которые достаточно серьезно очень помогают, относятся к нашему спорту. Прежде всего, с момента формирования огромную помощь нам оказывал бизнесмен нашего города, ныне являющийся депутатом Верховного Совета Крыма Анатолий Сергеевич Синин. Несколько раз нам помогал депутат Верховного Совета Крыма, милый депутат Верховного Совета Украины Борис Довидович Дмитриевич. Большое ему спасибо. Кстати сказать, вот когда я говорил о Викторе Артыкове, который нас дергал на евроазиатском турнире нокаутами, закончил все свои поединки, великолепно показал себя, проявил, получил все поздравления. Этот турнир нам объяснил и помог поехать. Спонсорскую помощь понес на себе Владимир Николаевич Силов, являющийся нашим мэром городским головой. Постоянно оказывает помощь Евгений Анатольевич Михайлов, депутат Верховного Совета Крыма, который является председателем регионального Крымского национального олимпийского комитета, Солнечный Долинский, сельский голова, Игорь Геннадьевич Скепиков, предприниматели Андрей Геннадьевич Скепиков, Мазилин, Александр Владимирович, Олег Викторович Мазилин. Спасибо им большое за их посильный вклад, за их абсолютно не постороннее отношение к нашему виду спорта, к подрастающему поколению города. Поскольку наш клуб уже является, как бы, скажем так, достаточно долговременным, что ли, в городе, да, вот в этом году и исполняется Судаку 1800-летие. Мы существуем как клуб 19 лет, то есть фактически 1% жизни Судака мы уже работаем. Очень приятно, как бы, осознавать это. И, в общем-то, для людей, которые не безразличны, подрастающие поколения, потому что, как говорят на Востоке, да, также, безусловно, хотелось бы отметить, как нашего друга, скажем, команды, и моего одноклассника, Егора Владимировича Александрова, директора ТОК Горизонт, депутата Сударского бурсовета, который оказывает достаточно пассивное содействие, помощь нашим ребятам в их поездках, в соревнованиях, в завоевании различных степеней. Продолжение следует...